Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в Школьном музее Советского быта, школа номер 74, города Пенза. Все экспонаты, которые вы видите в нашем музее, это подарки учеников, их родителей, бабушек и дедушек. Каждый экспонат мы подписываем, имя и фамилия. Каждый человек может привнести свой вклад в развитие нашего края. Предложение о создании улака памяти принадлежит нашему директору Альчину Сергею Васильевичу, а было это в апреле 2014 года. В серванте у бабушек зачастую можно найти разные интересные старинные вещицы, например, шкатулка из открыток. Такая шкатулка делается из открыток, которые раньше люди пересылали друг к другу. Чаще всего такие шкатулки делали солдаты, пришедшие с войны инвалидами, и они были очень популярны в 50-е-60-е годы. Такие шкатулки продавались на рынках, и они были практически у каждой девушки на столе. Сейчас такая шкатулка будет очень хорошим подарком для близкого и нужного вам человека. Хочу рассказать про армейскую флягу. Армейская фляга – подруга каждого солдата, которая спасет его в нужный момент от жажды. Само слово «фляга» пришло к нам из немецкого языка. Слово «флаше» трансформировалось в более созвучный русскому человеку язык «фляга». Наш музей каждый год пополняется новыми кровеведческими находками, в том числе связанными с Великой Отечественной войной. Каждая старинная вещь может рассказать многое не только о своем хозяине, но и об истории Родины. Фляги делают из желудков животных, кожи животных в виде мешка. Со временем фляги стали делать из стекла и металла. Но пик использования таких приборов пришел на 18-е столетие. Самым ценным металлом считалось серебро. Считали, что он насыщает целебными веществами жидкость. Советские фляги имеют, собственно, богатейшую историю. Зимой в теплом чехле фляга могла не замерзать, а летом в мокром чехле остужала воду. Вы увидите флягу, возможно, в ней побывала вода из рек Будапешта, России, Польши и, возможно, столицы фашистской Германии. Фляга безмолвен свидетель войны, свидетель страшных поражений, свидетель Великой Отечественной Победы. Когда нынешнее поколение видит письма с фронта, сложные в треугольнике, многие удивляются. Но 75 лет тому назад это было самое ценное письмо, что мог принести почтальон, ведь это была весточка с полей боя от родного человека. Несмотря на то, что слово «портянка» имеет древнеславянское происхождение, ученые утверждают, что впервые они появились именно на территории Руси. Полосы ткани, наматываемые на ногу, называются «онучи». Классическая портянка – это ткань размером 45 на 90 сантиметров без швов. Для нее чаще всего используют хлопчатобумажная ткань или смесь хлопчатобумажной и шерсти. В течение 20 века практически все страны перешли в пользу носков. Только Россия и СССР остались ждать и перешли только в 21 веке. У портянок есть как плюсы, так и минусы. Плюсы в том, что они очень долго могут не изнашиваться и не имеют такой сильный стойкий запах, как носки. А минусы в том, что если неопытный солдат будет наматывать их на ногу, то в течение времени у него появятся сильные мозоли, отчего будут болеть ноги. В наше время некоторые профессии, да и туристы используют такие портянки, но уже все меньше и меньше. Следующий экспонат, который вы можете увидеть в нашем музее – это кесет. Мешочек для хранения табака и махорки. Махорка – это табак низшего сорта, который отправляли бойцам во время войны. Сигареты и папиросы были особой роскоши, и поэтому в пачках отправляли махорку. Бойцы в редкие минуты отдыха могли свернуть самокрутки и вспомнить своих родных. В роли самокруток особенно часто выступала газета. Мужчины, которых в работе могли заменить женщины, пожилые и дети, уходили на фронт. Те, кто оставались в тылу, собирали посылки на фронт. Неотъемлемой частью этой посылки являлся кесет. Их подписывали, они были именные. Частыми записями являлись «Убил гада, закурить надо». Также кесет собирались маленькие бумажечки и подписывались. С любовью от людей, которые остались в тылу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok